В эфире общественное телевидение России. Субтитры создавал DimaTorzok Девушки отдыхают В эфире общественное телевидение России. 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 Прообраз танца появился в Андалусии в 15 веке. Когда из рухнувшей Византийской империи на юг Испании пришли цыгане. До 18 века фламенко был закрытым искусством. Но с прекращением гонения цыган. Фламенко стали исполнять в тавернах и кафе. В начале 20 века во фламенко появились кубинские мелодии. И элементы джаза. Мне очень часто говорили, что в Испании меня никто не будет учить этому фламенко. Потому что они якобы все скрывают. И поэтому, когда я первый раз приехала, я так внутри жаза. Ну Испания, держись. Я приехала. А потом на первом уроке это было, конечно, страшно. Я поехала на мастер-класс с группой, которая занималась уже 2 года правильным фламенко. А я только узнала, опять же, что есть компас какой-то там. Фридемический рисунок необходимый. И она остала перед нами. Вот ощущение ужасное. А на раз так дробь сделала, я вот так вот опустила глаза. И думаю, так, я, наверное, одна не поняла ничего. Правда, мне было страшно поднять голову. Когда я подняла, я поняла, ну, посмотрела на лицо, я думаю, так, не я одна. Никто ничего не понял. Я очень долго решалась преподавать именно фламенко, да, на самом деле уже настоящее. Потому что мне все казалось, что, ну, я недостаточно знаю, то есть я не имею права. Я не сразу открыла, я преподавала сначала еще в другой школе, набиралась опыта. Но мне, правда, это очень нравится, потому что совсем по-другому себя ощущаешь, когда ты не просто сам танцовываешь, а когда ты объясняешь людям, вот, что ты как-то учишь их, воодушевляешь их. Три, 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 три. Между ударами. Эта. Да. Отлично. Ой, 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 ой. Ой, я прямо стою. Не надо мне вот этого. Вы все сказали. Да, а когда вот это вот? Они что, не видели? ПЕСНЯ Приходят, наверное, настолько разные люди, разные по профессиям, разные по характеру, в разные периоды жизни. У каждого своя дорога, абсолютно. У каждого своя дорога. Иногда я это вижу, иногда нет, почему человек пришел. Но мне нравится, что я общаюсь с разными людьми абсолютно. ПЕСНЯ Становятся счастливее, когда танцуют, потому что, наверное, реализуются какие-то их мечты. Их жизнь становится красивее, ярче. ПЕСНЯ Юрист или танцор – это определенные понятия. Я бы не хотела на себя вешать. Потому что ни то, ни другое. Потому что я, во-первых, прежде всего человек. Жалко, что в сутках 24 часа я бы еще кое-чем занялась. Ну, как это обычно бывает, когда человек закончил школу, и представлений о том, как конкретно увидеть свою жизнь, таких нет, я решила пойти учиться в юридический институт. Это было еще и желание родителей. Сказать, что я вот с детства мечтала стать юристом, я тоже не могу этого сказать. Этого не было. Скорее, это все формировалось по ходу учебы. И вот так получилось, что я стала юристом. Это профессия. Заборы тоже надо хорошо красить. И маляр – это, между прочим, тоже профессия. Один, два, три, два, три, два, три. Мы подбираем. Несем, 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 несем. Разворачиваемся. Какая неожиданная встреча. Убираем. И становится, как ничего не бывало. Да? И в другую сторону то же самое, если он должен оказаться там. Характер ярко выраженный. Лаконичность. Ритм. 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 В любом танце есть ритм. Может быть, за счет того, что там вокруг ритма все построено. Фламенко можно танцевать без музыки. Фламенко можно танцевать под... Извини, дорогая. Она у меня еще не танцует, Фламенко. Допустим... Основой танца является компас – сложный повторяющийся ритмический рисунок. Фламенко невозможно полностью перевести в классическое нотное письмо. А танец содержит много импровизации. Поэтому искусство исполнителя передается от учителя к ученику. Классический фламенко – это сольный танец. Стиль фламенко включает в себя более 50 направлений. Наиболее известными являются соля, фанданго и сигирия. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Когда мы сидим, смотрим на танец, мы можем рассуждать. А что там? Когда танцешь, идет совершенно другой процесс. И как объяснить в момент, когда не танцуешь, начать описывать... Это как вот... Как вы хотите... Ну, процессы, которые понимает правое полушарие, объяснить языком, которым умеет общаться левое полушарие. Это практически невозможно. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Главное – это получить удовольствие. И я всем говорю, всем музыкантам, всем танцорам, которые у меня в школе, допустим. Главное – получить удовольствие самим. Тогда будет интересно другим смотреть на вас. А не как вы, бедные, там, считаете вот эти все компасы и еще чего-то. Это неважно. Главное – удовольствие. СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Вот втроем, да? Держим компасы, танцы. Я с вами начинаю дробь, и вы потом ее держите. Эй! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Держите! Эй! СПОКОЙНАЯ МУЗЫКА Ходила в танцевальный кружок во дворец пионеров. И мне так понравилось перед зеркалом стоять в красивой юбочке, в купальничке, и тапочки такие беленькие на завязочках, что как-то я забывала трудиться. И в какой-то момент мне мой хореограф сказал, а все, скрипник, больше ты к нам никогда не ходишь. А мне накануне мама сшила для выступления нижнюю юбку. Такую красивую, с шитьем. Это все было и очень дорого, и трудилась она над ней много. Я думаю, ну как же так? Мамочка мне сшила эту юбку, а меня вот выгоняют. И что я маме скажу? И как же? Ну вот как? Что я... Ну просто мне говорят, скрипник, иди отсюда. А я стою. Так пару раз сказала, я не реагирую. Ну и, в общем, строим пошла. Дальше заниматься. Через пару месяцев я стала солисткой нашего ансамбля. А потом был институт. Пятигорский фармацевтический, сейчас он академией называется. А в Пятигорске такого уровня не было хореографической студии. И я перестала заниматься. И как-то вот танцы из моей жизни ушли. Но вот очень долгое время и по ночам снилось, что танцую. И когда смотрела выступления Моисеевского ансамбля, вот я вместе с ними танцевала. В общем, мечту о том, чтобы вернуться, я никогда не оставляла. Но не думала, что в своем возрасте все-таки начну. Муж бывший был офицером, служил на «Ханкале». И вот полгода до переезда он постоянно находился там на Ханкале, защищал оружие и самолеты. А я с сыном четырехлетним сидела дома. И по ночам ломились в дверь. Хорошо, что рядом жил сосед, чеченец. И вот как только ломиться начинали, я выбегала на балкон, кричала ему. И он по балкону перелазил, открывал дверь этим ночным визитерам, объяснял им, что здесь чеченцы живут. Те уходили. Я закрывала дверь, и он перелазил обратно к себе. Вот так вот полгода и прожили. Но потом, опять-таки, благодаря чеченцам, получилось уехать. Как-то после этого уже страх никогда не покидал. Сколько живу, столько боюсь. И в грозную, когда не вернусь. Животные страхи. Ну, невозможно не заболеть этим танцем, если ты его хотя бы единожды увидишь. В нем такая экспрессия, такая энергетика. В этом танце можно сказать все. В этом танце можно сказать все. Мне кажется, в принципе, во фламенко юнцами делать нечего. Туда нужно идти, когда тебе есть что сказать. А мне, в общем-то, есть что сказать. Мудрость житейская, она для фламенко только плюс. Я не думаю, что его нельзя танцевать в молодом возрасте. Просто в молодом возрасте люди танцуют об одном, в зрелом, о другом, в еще более зрелом, о третьем. Внутри у меня постоянно идет борьба, постоянные муки творчества, если так можно назвать. Но это страшно, это на самом деле, что творится со мной. Если честно, я даже один раз ходила к психологу, говорила, просто просила помощи, потому что я не могла расслабиться. Я все время думаю про танцы, на отдыхе думаю про танцы, везде. Думаю, что же такое, нормальный человек должен отдыхать. Она говорит, вы радуетесь, это счастье. Это счастье, что вы все время думаете, когда будет страшно, когда не будет этих мыслей. Субтитры создавал DimaTorzok Я в очередной раз стала сомневаться, вообще стоит мне заниматься или не стоит фламенко. Я пошла, естественно, в магазин, купила себе помаду, о которой мечтала вообще очень давно. Специально красную, такую вечернюю, в жизни никогда ее не было. Крашусь отчаяния, пишусь в своей испанке, что все, наверное, я завязываю, спасибо за все. Смотрю на коробочку, хотела выкинуть от помады. Написано номер тринадцатый, думаю, ну вот, собственно, оно и есть. И номер тринадцатый называется фламенко. А это звучит лучше, чем дом. Непонятно пока что. Что вы хотите понять? Ну что, все понятно мне. Ритмически то же самое. Не мне, не мне, не мне, пожалуйста. Мне кажется, это не совсем выигрышный вариант. Одинаково, что что-то было, что это? Ну давайте просто старый оставим тогда, старый оставим и не будем заморачиваться. Старый, давайте оставим. Старый звучит как мишанин. Там же Если ты будешь играть просто компас, мы будем все равно в точках. Я тебя не догоню никогда, потому что кажется, что надо еще быстрее, быстрее, быстрее. Я тогда выделять ничего не смогу. Витя, ты куда? Паркет. Да сложно считать. Да, да, да. С ее и да. Хочешь? Я буду так. Да, успешно. И я сейчас. Да, где вы? Маля, каланцы, украшен. Я на те поры любить, но, но, ты от друга, ПЕСНЯ 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 Аплодисменты Две недели на костылях, потом полгода еще все заживало и до тех пор она у меня болит Я сижу с каждым, разбираю, учу его фламенко, обучаю с каждым Но как-то вот, наверное, может я просто не нашла своего гитариста еще, не знаю Фламенко это слияние музыкального сопровождения, токэ, пения, кантэ и танца, байля Ритм поддерживается хлопанием в ладоши, пальмас и игре на перкуссионном барабане, кахоне Во фламенко главная роль у танцора, музыканты следуют за ним Использование кастаньет считается у большинства исполнителей дурным тоном Мне жизни не хватит, чтобы обладеть всем, что я уже вижу Потому что чем дальше я занимаюсь фламенко, тем у меня так открывается еще одна дверь, которую я не знаю, еще одна дверь Развитие нескончаемо абсолютно Я боюсь, что я даже буду вот такой вот старушкой, но еще обладевать там какими-то азами Это будет очень интересно Хочется, чтобы зрители были, конечно Это скорее, чтобы вот то, что я хочу добиться, чтобы они были То есть, чтобы у них что-то менялось, хорошее Они должны быть У меня получаются крылья У меня появляются крылья, мне хочется танцевать У меня сразу жизнь обретает смысл У меня есть крылья, мне хочется Котякин Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok